Здравствуйте, Галина Григорьевна. Сегодня отмечается 20-летие Госсовета Чувашской Республики. Вы тоже были его депутатом. Что для вас юбилей парламента? Юбилей парламента Чувашской Республики – это событие любой страны, любого государства, поскольку парламент занимается государственным устройством. Поэтому 20-летие, вроде бы кажется, на первый взгляд, не та дата, на которую можно было бы, например, смотреть, как на великие и большие годы. Но вместе с тем, когда создается, скажем, новая современная Россия, парламент, как российский, так и региональный, конечно же, каждый год прожитый, каждый закон, который был написан и действует – это событие. Поэтому для меня 20-летие Государственного Совета Чувашской Республики – это возможность оценить достигнутые за эти годы, но, естественно, обсудить вопросы, как нам совершенствовать законодательство с тем, чтобы жителям республики жилось комфортно и законно в этом помогали. Галина Григорьевна, расскажите, пожалуйста, над чем сейчас вы работаете в Совете Федерации? Вы знаете, год 2014-й, он посвящен законодательному нашему творчеству в сфере культуры. Мы не просто проводим мероприятия, выставки, конкурсы, фестивали. Мы в этом году очень активно работаем вместе с правительством по совершенствованию законодательства в сфере государственной культурной политики. Поэтому мы ждем три документа, которые должны быть приняты в текущем году. Это основа государственной культурной политики, новый закон о культуре в Российской Федерации, а также стратегия развития культуры до 2025 года. Это большой документ, который сопровождает наш комитет в Совете Федерации, комитет по науке, образованию и культуре. И вместе с тем мы продолжаем очень активно работать по реализации мероприятий, которые намечены в рамках реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Это совершенствовательная законодательство в сфере поддержки талантливой молодежи, укрепления здоровья детей, а также социальной защиты, конечно же, тех детей, которые имеют ограничения в своем здоровье. Большой пакет документов мы готовим сегодня вместе с депутатами Государственной Думы в развитии закона социального обслуживания населения в Российской Федерации по социальной поддержке семьи. Мы говорим сегодня о том, чтобы не только поддерживать многодетные семьи, мы не только говорим об оказании помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вообще идет проект о государственной поддержке российской семьи. Поэтому вот такие проекты у нас, конечно же, обсуждаются. Но вместе с тем законотворческий процесс, он такой активный. Мы видим много предложений субъектов Российской Федерации. Инициативы идут от депутатов Государственной Думы, а также от членов Совета Федерации. Вот в настоящее время мы работаем над законопроектом, над концепцией по защите русского языка от ненужных заимствований. Эту концепцию законопроекта разработал депутат Госдумы Жириновский. И перед первым чтением наш комитет поддержал эту концепцию законопроекта. Почему? Потому что действительно, тогда, когда есть в нашем русском великом языке свои уже установившиеся понятия, термины, насильственно, скажем, через речь государственных деятелей, политиков, или же представителей, скажем, СМИ, внедрять эти термины, заменяя их уже общепринятыми понятиями, конечно же, это не честь делает нашему государственному языку. Языки, конечно, взаимопроникновения имеют слова, тоже получается. Иностранные входят в наш язык, но вместе с тем задача стоит такая, чтобы все-таки речь была понятна нашему населению, и любое, может быть, замена или новое понятие, оно должно быть обосновано. Спасибо большое, Галина Григорьевна. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова